Сколько людей мне ответило. Это ужасно. Ужасно круто. Видите, сколько на мне пота? Это пот, стыда. Это просто, блядь, без пяти секунд слезы. Мне дали галочку с потом и кровью. Марк Цукерберг, спасибо вам за галочку. На этом позитивные новости закончились. Здравствуйте. Сегодня у нас немного необычное видео. Я буду писать стар популярным людям, знаменитостям. Я, если честно, очень стрессую из-за этого, потому что сегодня мне придется очень много позориться. Мне на самом деле очень неловко писать вообще в принципе многие вещи, поддерживать даже просто какой-то разговор, особенно в инсте. Я не знаю почему. Но по большей части на инстаграм распространяется такая история, что мне реально прям стрёмно отвечать на чьи-то сообщения. Из-за этого я могу игнорировать людей просто месяцами, годами. И люди думают то, что я, типа, ужасный человек, и я их не люблю, но на самом деле я просто не знаю, как мне реагировать, и мне почему-то очень неловко. В общем, давайте я немного вот сюда подвинусь. Тут будет запись с экрана. О, так, давайте сразу спросим разрешение у Тесланда, можно ли мне снять видео. Как мне неловко. Короче, я видел эту идею раньше на американском ютубе, но первопроходец, которого я нашел на русском языке, это Саша Теслан. Поэтому давайте спросим у Тесланда. Здравствуйте, Александр. Блять. Александр, я пришел к вам украсть то, что вам принадлежит. Не спрашивайте, что. Просто соглашайтесь. Пока что кринжа не было. Давайте сначала пройдемся по чему-нибудь попроще. По каким-то людям, до которых мне не сложно добраться. Из-за самка. Я даже не знаю. Ну вот кто мне потенциально может ответить? Карамбэби может? Не думаю. Боже, я так переживаю. Знаете, тут такая тема, что чем меньше подписчиков, тем сложнее писать, потому что вероятность того, что тебя заметят, больше. И если ты будешь писать билиаль, то вообще похуй, хоть каждый день. А когда ты пишешь, ну там типа... Давайте напишем Алене Экзеквер. Мне хочется комплименты только писать. Ну давайте что-нибудь... Ну нужно какой-то трэш. Нужно состояние стресса какое-то испытать, да? Вот что им можно написать? Блять, я знаю, что написать! Я знаю! В общем, у нас в Турции продается этот шококрем. Но он оказывается шококрем. Блять! Это турецкий бренд. Если вы не знаете про шококрем, я вам соболезну, конечно. И что вы думаете? Приносит! Кококрем! А ты знала? Что шококрем? Турецкий. Если что, обращайся. Доставлю. Только два человека у меня уже стрессом год вперед, блять. Дима Водный. Дима, привет. Скажи честно. Писонья Прикрытие. Что, блять? Я не знаю. Должно быть официально. Давайте запятую поставим еще. Дима, привет. Скажи честно. Писонья Прикрытие. Блять, ну все. Давайте перестанем думать. Да, я понял уже, что сегодня будет топ кринжа. Розалия. Блять, что? Она от меня отписалась. Видимо, она когда-то подписалась на меня из-за приличия и не выдержала. Здравствуй. Жаль, что ты от меня отписалась. Я думал, я прикольный, а я не прикольный. Троеточие. Все ясно. Собака какала и заплакала. Как я кринжую нахуй. Как мне потом всем им объяснить то, что это все шутка и YouTube-видео? Потому что, возможно, некоторые из них даже похуй. Четыре человека. Четыре, ребята. Это очень сложно. Лиза Мадрид пишем. Здравствуй. Помнишь меня? Да-да. Я не знаю, что писать. Никсюша, ну давайте что-нибудь не кринжовое напишем. Вот мне понравился ее трек новый. Блять, что она... Понимаете? Вот это вот игнорчик. Вот это игнорчик, да? Гекта, пекта, ультраклоп. Охуенный трек. Гофит. Не, давайте, короче, всем-всем надо написать какую-то хуйню. Вот чтобы было прям понятно, что это, ну, не серьезно. Если ты хочешь передо мной извиниться, придется записать со мной фит. Спасибо. Хорошо, дальше кто? Давайте мэйби-бэйби напишем. Привет. А ты правда любишь кей-поп? Или это все ради хайпа? Мне что-то как-то не идет, но нормальные вопросы. Давайте. ЛПшка Сюзанна. О, Сюзанна. Вот если написать какую-то хуйню, вероятность того, что она меня заблокирует, очень высока. Вообще, она, знаете, такая загадочная. Мы с ней, на самом деле, очень сильно в этом похожи. Тем, что мы ищем смыслы в бессмысленном. Поэтому можно и написать что-то глубокое. Давайте напишем что-нибудь загадочное. Я смотрю на вас, и возникает в голове. Она любит очень странно расставлять знаки припинания. Мне кажется, она пишет просто вот так, блядь. Поэтому давайте тоже делаем какой-нибудь странный прикол. Типа там два пробела вот сюда. На вас, в голове. Ну, чтобы так это помычиться по лайбу. Все вещи, которые мне говорят люди. Пробел, запятая. Который, вот так. Которые мне говорят люди. Я сказал себе раньше. И обязательно кавычка должна быть другая. Типа такая, чтобы у нас был копирайтерский беспредел. Надеюсь, мы сможем подискутировать на эту глубокую тему какую-то, да? Карамбэйби. Что, ну в Китае сейчас занимается моделингом? Здравствуй, Карина. Интересно. Ты стала сыроедкой, чтобы уехать в Корею? Стать моделью? Я не знаю, что написать. Из своих источников я знаю, что Карина пробовала сыроедение. Там, типа, где-то неделю. Поэтому я решила задать только вопрос. Моделью Китая. Привет, Чонгку. Не, это бредово. Я бы ни за что не поверил, что мне человек на серьезе это пишет. Давайте как-нибудь пожестим. Вообще, знаете, мне кажется, одна из причин, по которой мне никто не отвечает, это из-за того, что у меня нет галочки. Я вам так скажу. Когда у тебя есть галочка, ты имеешь приоритет писать некоторым людям, которым ты не можешь писать без галочки, потому что у них просто стоит вот такая опция. Ну, фильтр, по-моему. Вроде бы он такой существует. А во-вторых, когда у тебя есть галочка, ты всегда в приоритете, ты всегда высвечиваешься сверху в запросах. Поэтому у меня есть одна идея. Так, оплата прошла с другого телефона. Сейчас я снова захожу в Инстаграм. И сейчас момент истины. Вы готовы? Э, бля, что-то не так, я не понимаю, подожди. Так, для того, чтобы мне сейчас дали галочку, мне нужно изменить свое имя. Ну, что делать? Придется писать Егор Сорокин, потому что у нас, видимо, нету выбора. Все, отправляем. Так, мне для этого нужно найти паспорт. Вот так вот, ребята, становись ютубером. Позориться. Сливать свои личные данные. Что дальше? А вы говорите, это легкая работа. Паспорт. Поехали. 48 часов, ребята. Короче, мне дадут галочку в течение пары дней, поэтому мы можем пока продолжить писать разным людям. Например, давайте напишем Арине Даниловой. В любом случае, если я сейчас напишу какие-то сообщения, потом получу галочку, я все равно потом всплыву вверх. У меня была ситуация с Ариной Даниловой, что я к ней подошел на эксопатии. Я ей сказал, типа, я тебя люблю. Ну, типа, прям реально. Ты такая крутая, ты меня вдохновляешь. Я вот это имел в виду. Она очень сильно растерялась, она подумала, что я какой-то бешеный фанат и признаюсь ей в любви. Но я имел в виду, вообще нет. Привет. Помнишь меня? Я все еще тебя люблю. Я надеюсь, она подумает, что я какой-то сумасшедший сталкер. И мы все с вами посмеемся. Я спросил у Иге сегодня, кому мне можно написать, он сказал Билли Айлиш. Давайте напишем Билли Айлиш, все-таки как бы надо. Hello. I love you. Hi, Билли. Can you please tell me, do you think good enough to be a pop star? Don't you know, I'm no... I've learned to lose you again, I've fought too. Don't be friends, keep me closer. Блядь, я же сам от себя кринжанул. Сердце бахнули стрелы, я хочу, чтобы они... Давайте их тоже споем. Сердце бахнули стрелы, ну, я хочу, чтобы они мимо тебя приметели. А, я. Блядь, однажды она откроет это. Я клянусь, это будет такой позор. Такой позор. О, Данеля. Ну, Рэй, осенний вечер. Ам, вот. Будем... Давай фит. Я был на марафоне у Дины Саевой, какая прелесть. Марафон хуйня. Отписка пошла в жопу. Мне кажется, я просто попаду в бан. Давайте напишем инстасамке, что нам нечего терять. Она все равно нас когда-то увидит, правильно? И нам будет очень стыдно. Так, инстасамка. Видел, как ты поешь вживую? Спасибо. Ух, вообще похуй. Милана Стар. Журналист, предоставляющий интересы... Чего, блядь? Лайка. Платформы. Лайки. Если вы не ответите на мои вопросы, то мы будем вынуждены отнять вашу корону. Эмоджи короны. Рил Манекен. Я же знаю, что ты из этих... Даша, она так. Пыль в глаза. Так, ладно, что у нас по списку? У меня есть список, если что. Я примерно постарался как-то подготовиться к этому видео. У меня тут еще есть очень много людей. Давайте напишем Полине Кудрявцевой. У нас с ней примерно похож контент. Чего я сказала? Не контент, у нас аудитория очень похожа. Hello. Как она? Hello Поле, блядь. Кудря. Боже. Как найти ее инсту? А, точно. Привет, Полинка. Здравствуйте. Вы украли мою личность. Просьба вернут. Вернут, блядь. Почему вернут? Вернут за вознаграждение. Все, наша задача отправить 100 сообщений, потому что чем больше сообщений мы отправим, тем больше вероятности того, что нам кто-то ответит. Правильно? Та самая мама из ТикТока. Что такого написать бы? Посмотрите, какой неумилый ребенок. Что написали? Убей его. Я не знаю. Если я буду писать много гадостей, то меня Инстаграм заблокирует, да? Ваш ребенок лучший. Поэтому я, как менеджер салона Крайлингтон для малышей из самых маленьких, хочу предложить забить его татухами на всю спину. Блядь, я не понимаю, где шутки, а где не шутки. Вот эскиз. Такой же, только цветной. Боже, это такой бред. Хорошо, поехали. Пусть будет лиса. Видите, сколько она мне пота? Это пот, стыда. Это просто, блядь, без пяти секунд слезы. Лиса дно лучший трек мира. Лиса дно. Д. Дорогая. Н. Невероятная. О. Обожаемая. Стикеры, стикеры. Так, давайте вот такая обожаемая, невероятная цветочек хочу. Будет? Давайте такой цветочек какой-нибудь. Дорогая. Ну, где Кашмани? Кашмани будет у нас? Боже, да где ж Кашмани-то? Так, давайте пройдёмся ещё. У меня есть друзья-ютуберы. Почему мы им не пишем до сих пор? Давайте напишем Катьке. Катя. Кать. Катюш. Катюнь-зайчик. Давай. Совместный ютуб-ролик. Идея следующая. Переезжаем в Корею за сутки. Ко мне вышла одна компания на связь. Одна фирма. Блядь. Теперь я с ними. На коротком проводке. Предлагают гражданство Кореи и квартиру в центре. В центре столицы. Нужно просто отметить. Нужен напарник. Это такой бред, блядь. Я не знаю, в это можно поверить. Надо смайлик машины. Машина. Фу нахуй. Всё. Пошла-поехала. Да, ребята, вот если бы я, если бы мне такое прислали, я бы был даже рад. Я бы был пощен, что мне такое пишут. Ваня, я хочу спать. Пишем. Мы с ним живем в одном городе. Можно написать, что что-то произойдет. Хочу предупредить. Завтра митинг в Калече будет сброшено. А может же бомбы. Будь осторожен. Поехали дальше. Так, ну, кому-кому Лере мне написать вообще, как к ней хуй делать? Что могу ей написать? Лера мне рассказала про свои увлечения. То, что она любит общаться со всякими бабушками с фейковых страниц в одноклассниках. Давайте представим, что она написала моей бабушке какую-то фигню. Здравствуй. Новости печальные. Какие-то приколисты. Написали моей бабушке гадости в одноклассниках. И теперь ей грустно. Не пиши больше бабушкам. Подумай. Пока. Окей. 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 Еще, знаете, время такое, час ночи. Я думаю, вряд ли кто-то ответит. Но вот утром мы с вами просто так посмеемся. Это будет незабываемое пробуждение. Я проснусь в кринже. Тендер ли бай. Напишем ей, что нахэбляэбэнуна. К черту маски. Давайте найдем стихотворение. К черту маски. Такого стопудово должно быть. К черту маски. Я в гримерку. К черту маски. Без суфлера и подсказки. Уж не верьте со язык. Сухо столбенеет крик. И давно поблекли краски. Мы картонными мечами. Наши тропы размечали. Билися с папье-маше. И в подпудренной душе. Клюквой кровью истекали. Ебать. Это очень глубоко. Амина. Амина. Я написал тебе стих. Пожалуйста. Сделай из него песню. Ты моя любимая певица. Я хочу это. Спасибо. Мне так хочется постоянно написать спасибо и точка. Но это, блядь, для меня это просто red flag. Это означает вот так. Raffle. На весь экран, да? Такой значок сразу. Но, может быть, некоторые не поняли в целом. Все потому, что Дора-тура, супер-дура, Дора-тура. Ситуация, которая была у меня с Дурой. В общем, мы однажды пошли на бесплатный концерт в ровеснике Доры. С каким-то тиндер-дейтом моей подруги. И он не знал ни одной песни Доры. И давайте ее попросим. Здравствуйте, Дора. Меня не пустили. Лера написала. Здравствуйте, Дора. Меня не пустили на концерт. Другом, который глупый и не знает песню Дора-дура. Но я знал. И меня тоже не пустили. Грустно. Исправьте. История настоящая. Исправьте. Я хочу написать луником. Луна-ком довольно-таки активно отвечает на сообщения. Луна, ты такая хорошая. Мне нужно написать какой-то бред. Вот на что бы она потенциально могла ответить? Луна, меня обманули на экран. На рекламу. Обманул рекламу твой менеджер. Пожалуйста, ответьте мне. Просто в атаку. Но тут же вообще нету шансов, да? Вот чтобы мне не ответить после такого кошмара. Так, давайте продолжим наше приключение. Сколько мы уже написали? Блядь. Он ответил видео? Дима ответил видео? Пиздец. Боже, ебанутый. Я снимаю видео на YouTube. Мне нужно было написать какую-то хуйню. Пишу самым популярным людям в галактике. И вот это и попался под руку. Так, еще нам ответила Лера. Привет, мне очень жаль, что так произошло. Я больше не пишу бабушкам. Тем более, я никогда не писала им гадости. Я всего лишь притворялась подругой прошлого, которую они не помнят. Я не знаю, почему она ответила мне серьезно. Лера, я снимаю YouTube-видео, где я пишу 100 знаменитостям. Я считаю, что ты звезда моя. Поэтому я написал тебе. Это все бредни. Не переживай. Все будет хорошо с моей бабушкой. Мне стыднее. Вот так вот нужно быть всегда готовым к атаке. Хэштег челлендж. Боже. Нужно срочно ответить Ване, потому что написал, боже, откуда информация. Мне нужно написать ему то, что это все неправда. И мне сейчас очень стремно это писать, потому что это, по-моему, слишком жестко, чтобы такое писать. Но он еще недостаточно опомнился, чтобы, блядь... Я сейчас умру от кринжа. Ваня, прости, пожалуйста, я сейчас умру от кринжа. Я снимаю видео, где я пишу 100 популярным людям, и ты попался под руку. Это все неправда. Пока не поздно. Пожалуйста, передумай. Я это... Не распространяю информацию. Вот поэтому сразу отвечаю. Я просто не знал, какую хуйню написать. Боже, все. Меня... Меня просто зарыли. Меня ненавидят. Так, кто у меня еще есть в списке? Катя Адушкина. Ой, я знаю, что и написать. Я был у нее на вебинаре недавно. Боже, она, по-моему, просмотрела эту сториз. Мне кажется, Катя меня уже не раз видела, потому что я постоянно, блядь, снимал какой-то... Какой-то бред про нее. Типа какие-то шутки. Прибаутки. Блядь, мне как будто бы шутки не сходят с рук вообще. И нельзя шутить. Это опасно. Так, все, не надумываем. Пишет. Привет. Помню, снимал на тебя всякие пародии в 2020. Не знаю, видела ты или нет, но хочу извиниться. Ты, правда, очень крутая. Я даже был у тебя на вебинаре. Блядь, я настолько не социальный человек, что люди, которые, ну, типа, вот, которые мне пишут, которые меня знают, они не верят в то, что это шутка, потому что я пишу реально только по делу. Блядь, я даже по делу не пишу, потому что для меня как будто бы писать по делу это недостаточно по делу, чтобы писать. Ну, понятно? Александра Белякова. Ты изменила мою жизнь. Ты мать года. Ты богиня. Ты красоточка моя. Спасибо. Саша Спилберг. О, я делал какую-то рекламу Саши Спилберг. Новый альбом Саши Спилберг. Ну, что-то невероятное. Прямо... Что написать? Помню, как-то хотел сделать Спилбергер, но не сделал. А сейчас не ем бургеры. Что делать? Давайте напишем, Анастасис. Я знаю, кто ты на самом деле. Строишь из себя милашку, а на самом деле... Ну вот, когда я привлек внимание, хочу сказать, что ты очень милая. И я люблю твой контент. И собак. И видео про ИГ. И ОГ. И с Брайном Мопсом. И с Брайном Мопсом. Надо эмоции тупой. Так и стесняшка, да? Надо. И цветочек. Ну, давайте сегодня напишем Валерии Лукьяновой. А, нашел. Ты же моя зайка. Здравствуйте, Валерия. Купил слив вашей чистки, сделал ее, и потом был понос жесткий. Три дня. Четыре дня. Верните деньги. Я попросил вернуть деньги за слив, из-за которого у меня произошел понос. Поняли? Типа слив курса. Это гениально. О, я знаю, что можно написать Саше Билэйр. В последнее время мне постоянно попадаются сливы ваших курсов на Ютубе. Я нажимаю неинтересно, а они все равно вылазят. Нет, надо капсом. А они все равно вылазят. Что делать? Я не выдерживаю. Очень интересно. Давайте предыдущее тогда удалим. В чем смысл? Мэри Сен. Она еще беременна или уже родила? По-моему, еще беременна. Правильно? Так, я же правильно понимаю? Ребенок это новая жизнь. В твоей жизнь. Блять, все. Я на сегодня сдаюсь. Я уже очень устал. Я испытал очень много кринжа. Сейчас нам дадут галочку, и мы сможем продолжить вот это невероятное приключение и продолжить наш позор только уже с верифицированным аккаунтом. Увидимся. Ла-ла-ла. Лучше бы мне не отвечал никто. Так, давайте не буду спойлерить. Сначала к хорошим новостям. Мне дали... Давайте, давайте вместе порадуемся. Мне дали галочку с потом и кровью. Я выгрыз ее. Ее очень долго не давали. Давайте напишем Арку Цукербергу. Спасибо вам большое. Давайте нет, не так. Официально. Здравствуйте, запятая Марк Цукерберг. Цукерберге. Спасибо вам за галочку. На этом позитивные новости закончились. Ребята, я в таком стрессе нахожусь последние несколько дней, потому что, во-первых, я срался с поддержкой Инстаграма из-за того, что мне не дают галочку. Во-вторых, мне ответило 12 человек. Предположительно, я не знаю. По крайней мере, так гласит количество уведомлений. Давайте мы сейчас зайдем в мой директ, я не смотрю. Я знаю, что мне ответило несколько людей, и я просто в дичайшем разочаровании и кринже с того, сколько людей мне ответило. Это ужасно. Ужасно круто. Так, ну, тут все отлично. Так, кто дальше? Саша Билэр ответила смеющимися смайликами. Это прекрасный знак. Мне ответила Сюзанна, Розалия, Дима Водный, Саша Тесланд, Алена Экзекверт, Нексюша, Валера Привет, Катя Романова, Тося Чайкина. И сейчас нам придется это все разгребать. Что она написала? Вы видите в меру своей фантазии и переноса своих качеств здравия. Дай Бог, аминь. Фух, не обосрали, не обосрали. Отлично, просто все. Даже ничего объяснять не надо, ничего плохого не написал. Розалия, это произошло в один день из тех психозов, когда отписываешься от всех, чьи сторис классные, чтобы не отвлекали. Такая отмаза пойдет. Да ты же, моя дорогая, не переживай. Я бы такое ни за что не написал. Я снимаю YouTube-видео, пишу 100 рандомным людям, прости за передоз скринжа в этом чате. Следующий, так и подумала. Отлично, зимоводный, так и подумала. Саша Тесланд, здравствуйте, хорошо. Александр, у вас украли идею для YouTube-видео. Пишу 100 знаменитостям. Вы стали первым селебрити в этом списке. Благодарю. Алена Экзекверт. Да, я знаю, у меня тогда шесть карисов за него было от любви до невести. Плюс одно оправдание. Ни Ксюша просто лайкнула у нас. Какие условия? Это полностью бесплатно или нужно пластить за расходники, а то мы пиздец только халяву любят. Хулиганствую ради YouTube-видео. Прошу прощения, если расстроил или что-то подобное. Счастья и добра. Катя Романова, что поподробнее? Я снимаю YouTube-видео, пишу 100 знаменитостям. Нужно было какую-то ерунду придумать. Тося Чайкина, внимание, что прослушала Тося Чайкина, вам нужно напоминать? Чтобы они мимо тебя прометели. Как можно было на это ответить сердечком? Мне кажется, она даже не слушала. Типа, может быть, она подумала, что я старался, как бы. Ну, на всякий случай я просто вот так удалю сообщения незаметно, чтобы никто ничего не подумал. Так, ну мы с вами перед всеми оправдались. Есть еще много людей, которым я бы хотел написать, и поэтому давайте мы с вами сейчас продолжим, только немного в другом темпе, потому что я с некоторыми сообщениями немножечко, как немножечко, очень сильно перегнул. Я очень сильно загнался, то, что я написал просто что-то непристойное, какой-то бред, который вообще заденет фундаментальный устой людей, но, видимо, у меня какое-то самомнение, просто все должно быть хорошо, я думаю. Так, давайте найдем Лину Джибисашвили. Давайте мы с вами пройдемся по экстрасенсам. В общем, у меня недавно приключилась история с Линой. Я посмотрел ее странички в соцсетях, посмотрел, какие песни она слушает. Там Тося Чайкина, Сироткин, я подумал, вот до моей песни она тоже как бы скоро дойдет, и я зашел в ее аудиозаписи ВКонтакте, там не было моей песни, я реально посмотрел ее аудиозаписи, и буквально через некоторое время, через месяц, наверное, может больше, мне подписчики пишут в ТГ, Игох, смотри, Лина опубликовала твой трек у себя на стене ВКонтакте, и я захожу к ней в ВК, она запостила мой трек, окей, и она добавила его к себе в очередной запись, поэтому я просто хочу поблагодарить ее за этот моментик. Здравствуй, Лина, я видел, ты запостила мою песню душа у себя в ВК, мне очень приятно, трансформируем мир вместе. Вот это, я понимаю, вот это милое сообщение, я хочу написать Мирель, так, я знаю, что сделать, просто скинь мне котиков и спроси это, мы или не мы? Давайте напишем Лизе монеточки. С этого моментика я немного кринжую, потому что я недавно выкладывал видео в ТикТок, где я объяснял, почему я лучше Виктора Исаева, и как-то я постоянно мозолю у нее перед глазах, так неприятненько, каких-то непонятных вообще видах и формах, поэтому мне немного стрёмно появляться ей на глазах еще раз. В таком странном контексте. Напишем ей Елизавета. Елизавета Монета, приглашаю вас на дейт. Хочу отбить у... Я забыл, как его зовут. Витя. Отправить. Вот сейчас, понимаете, у нас сразу прибавился вес какой-то социальный, потому что теперь у меня есть галочка, я могу написать хоть вообще. Кому? Кому я могу написать? Это я даже и не знаю, кому написать. Катя Клэп. Катя Клэп. Мне кажется, Катя Клэп вообще не заходит в директ, но мы попробуем. Хочу в третий сезон Хайп Кэмпа. Как попасть? Блядь. Вот я не понимаю, по какой причине Милана Стар мне до сих пор не ответила. Ой, есть один такой исполнитель, недавно вылупил. Называется... Называется... Он недавно выложил трек Стендер Лебаёй. Ты, что я когда отвернул себе нужна на личке, и лучше не говори про чувства. Наконец-то я вношел, боже, Велюр и Голливуд. Это просто разъёб. Спасибо. Без ожиданий. Ой, кстати, кстати, а почему мы с Аней друг от друга отписались? Может быть, стоите мне спросить, почему мы поссорились? Привет. Как? Ты как? Ну, интересно, что сказать. Так, ну, у нас должны быть какие-то... Кому написать? Кому написать? Кому написать? Кому написать? Давайте напишем бренду сыра посотрудничать со мной. Ну и что, мне лень это делать. Ради видео только могу. Hello. Would you like to collab with me? I have a YouTube blog about veganism and raw veganism. So I think your product will suit fit perfectly in one of my YouTube videos or posts. Ну что, нужно как-то пользоваться своими возможностями. Тем более, у нас сейчас есть галочка. Можно вообще себе позволить себе что угодно. Могу сейчас написать Валька Знавал. Привет, любишь ко мне. Поняли? Юлия Высоцкая. Ты же моя зайка. Активлипостинг? Поустинг. Пишем. Здравствуйте. Приготовил по вашему рецепту фрукты на мангале. Мне так понравилось, что я вскрылся шампуром. Не знаю, почему на меня не мучается весь этот описание. Так, что еще? На кого я подписан вообще? Чьи я стори смотрю? Можно как бы проанализировать и кому-то написать. По-моему, я написал всем. Луне еще не написал. Это моя любимая певица. Луна. Чтобы понимали, Кристина, Луна беременна. Вот вам и химия в бутылочке. Что мы напишем? Мы напишем, что Кристина иллюзия это что-то нереальное. Ты моя улюбленноспевачка. Повторяю с малышом. Они что-то слишком много услышали знаков. Так, давайте проверим, чтобы не позориться. Перекладач. Ты моя любимая певица. Улюбленноспевачка. Ну, давайте для приличия напишем ты, правильно? Любви вам. Люня. Давайте Люне напишем. А я вижу вы. Что вы сырок? Не знаю, как остальные. Я лично жду обзор на фрукты. На этом давайте пока все. Я пойду монтировать. Если кто-то мне еще ответит, вы об этом обязательно узнаете в конце этого ролика. Сейчас что? Подписывайтесь на мои соцсети, подписывайтесь на мой инстаграм. У меня теперь есть галочка, можете проверить, реально ли она? Напишите в комментариях, кому я еще потенциально могу написать и хотите ли вы еще такое видео пропитанное позором. Это было невероятно. Я пошел в свой самый страшный страх. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что мне больше не страшно. Реально. Как будто бы я перешел через свою самую какую-то потаенную травму жизни. Теперь смотрите, что мне ответили. Значит, заключительные итоги нашего ролика. Заходим. На нас подписалась Лина Джимисашвили. Значит, она репостала мой рилс к себе в сторис, подписалась, прокомментировала. Что мы зависли? В общем, я в восторге. Ни реально писала, мы... Ну, реально. С Аней мы обязательно наладим отношения. О, здравствуйте, клип есть на нее. Ой.